Земля Раздора. Это участок под поселком Ишлее. Его судьба еще до конца не решена, но местных жителей почему-то настраивают против якобы иностранных инвесторов. Большинство пришедших на митинг так и не разобрались до конца, против чего они голосуют. Опять звучат слова. Китайские инвесторы, продажи земель, нарушенная экология. Хотя никто в глаза даже не видел документов по этому поводу. Мы придаем Россию, будущей России, независимость государства, концивилизации в руки настолько высокоорганизованного, сплоченного, целеустремленного народа, который по истечении немногих лет нас берет с лица земли. Факты же говорят о другом. На сегодня известно только, что земля под Ишлеями распоряжением кабинета министров переведена в категорию промышленных. Глубопотребляют тем, что есть у нас взаимодействие с китайской страной. Мы все это знаем, это по всей России, у нас в республике. Но пока сегодня конкретно факт, что там именно будет такое производство с китайцами, у нас таких фактов нет, у нас таких обращений нет. Но пока к нам в администрации никаких документов, обращений по этому вопросу не поступало. Никаких эскизных проектов и других проектов мы не видели. Поэтому, когда все это будет, мы получим такие документы, мы, конечно, с населением проведем соответствующую работу и будет вопрос двигаться дальше. Желание сменить статус земельного участка изъявил собственник. И это его право. Жители пытались оспорить распоряжение правительства, но Верховный суд Чувашии признал иск необоснованным. Этого по решению кабинета министров не было бы, если бы более изъявлений органов местного самоуправления, депутатов и населения не произошло. Все это прекрасно понимают. По закону органы местного самоуправления должны провести публичные слушания и обсудить проект дальнейшего использования земли. Поэтому слушания, которые так требовали на митинге, в любом случае состоятся. К собственнику у муниципальных властей свои вопросы. К сожалению, как я уже сказал, этот собственник неэффективно использует земель. Практически последние годы не используется. Там уже половина заросла деревьями, половина кое-как они делали вид, что используют немножко. Там подхалик через год, можно сказать, вот так. Но сегодня нас это не устраивает. В запале страстей участники митинга даже не думают о том, что земля должна приносить доход. И получиться это может, если сюда придет инвестор. Хотел предложить людям раскрыть общую картину, почему инвестиции полезны нашей республике. Они полезны нам тем, что у нас появятся рабочие места, у нас доходы в бюджет. У нас люди, люди, семьи, где мужчины ездят на заработки далеко, в Москву, в Санкт-Петербург, в другие регионы, они будут иметь право, право зарабатывать такие же деньги здесь, на нашей земле. Проводя подобные митинги, они развитие республики топят. Это мое мнение. Они его топят, не дают развиться. И у меня складывается впечатление, что это просто политическая борьба. То есть о людях никто не думает, просто ведут политическую борьбу. Я пытался высказать, меня прогнали, микрофон отняли, говорят о демократии, о справедливости. Со мной уже несправедливо сейчас поступили. Если дадут землю под строительство завода нашим, я не против, почему бы и нет. Земля аж пока не решена. Мы на митинг собрались, мне кажется, вообще как-то для пустой траты времени, ничего не решили. На мой конкретный вопрос никто ничего не ответил. Я спросила, я говорю, а почему именно вы рассматриваете вот про китайцев? А если давайте рассмотрим сейчас на митинге наших. Мне ничего не ответили, отвернулись и ушли. Вот и вся история про то, как важно порой опираться на конкретные факты, а не слушать людей, зарабатывающих на подобных митингах, репутацию сомнительных правдолюбов.